Космос это невероятно красивое и романтичное место, но это также большой риск и опасность. Иногда все идет не по плану, и астронавтам начинают угрожать реальная опасность. А порой бывает, что они сталкиваются с очень загарочными объектами и феноменами, которые невероятно трудно объяснить. С вами канал ФактОпс, и в этом выпуске вы увидите самые пугающие вещи, которые астронавты выделили в открытом космосе. Погнали! 12 минут во Вселенной 18 марта 1965 года состоялся исторический полет в космос. Это был очень знаменательный день для СССР. Героями этого события стал командир миссии Павел Беляев и второй пилот Алексей Леонов. Алексей Леонов стал первым в мире человеком, совершившим выход в открытый космос. Взлет корабля и выход на орбиту прошли успешно, после чего космонавты начали готовиться к главной миссии полета. На первом ветке вокруг Земли была надула слюзовая камера. На втором ветке начался выход Алексея Леонова в космос. Космонавт пять раз удалялся от корабля на пять метров. Для подачи кислорода из связи с кораблем использовался страховочный трос. И, как вы могли догадаться, выход не обошелся без нештатных ситуаций. Из-за разницы давления скафандр раздулся. Это препятствовало возвращению космонавта в звездовую камеру. Диаметр люка был критически малым. Поэтому Леонов рискуя жизнью вынужден был стравливать скафандр давления почти до критического. Это могло привести его к гибели в любую секунду. В нарушении инструкции космонавту пришлось входить в звездовую камеру головой вперед. А для закрытия за собой люка переворачиваться в тесном пространстве. Но это еще не все. При возвращении корабля на Землю отказала автоматическая система ориентации корабля. И посадка проводилась вручную. Экипаж приземлился в нерасчетном районе. В 180 километрах севернее Перми. Вдали от населенных пунктов. Космонавты были обнаружены через 4 часа в тайге. Но из-за глубокого снега эвакуированы только спустя двое суток. Странный звук. Впервые это произошло с первым человеком в мировой истории. Совершившим полет в космическое пространство. Юрием Гагариным. Думая о том, как улетал в космос, знает почти вся планета. Но сейчас расскажу вам интересную деталь. Спустя несколько лет после возвращения из космоса. Космонавты начали рассказывать друг другу странные истории. Которые произошли с ними во время полетов. И Гагарин рассказал о странном звуке. Который долгое время преследовал его в космосе. Звук очень напоминал электронную музыку. Но интересно вот что. До полета в космос Гагарин ни разу не слышал, как звучит электронная музыка. Так как ее попросту не было в стране. Позже, когда другие космонавты летали в космос, они тоже слышали этот звук. А как считаете вы? Может быть это радиопослание инопланетян? Или быть может звуки вселенной? Напишите в комментарии. Крис Хэтфилд. Крис Хэтфилд является первым канадцем, совершившим выход в открытый космос. И единственным гражданином Канады, побывавшим на станции МИР. Во время его первого выхода в открытый космос, его левый глаз ослеп. И он не знал почему. Внезапно его левый глаз пронзила боль. Он не мог понять, почему он не функционировал. Он решил, что именно поэтому у нас два глаза. И продолжил работать. Но к сожалению, без сил и притяжения слезы не текут. И получается такой шар некой жидкости, и он становился все больше и больше. Пока в конце концов, он не стал настолько большим, что поверхностное нитяжение перенесло его к переносице. И он начал заволакивать другой глаз. Теперь он был абсолютно ослеп. Находясь за пределами космического корабля. Думаю, если бы кто-то из вас вдруг ослеп в открытом космосе, в вашей естественной реакции, скорее всего, была бы паника. Но космонавты знают все, что надо знать о скафандре. И тренировались под водой тысячи раз. И они не просто тренируют благоприятное развитие событий. Они постоянно тренируют ситуации, когда все идет не так. И не только под водой, но и в лабораториях виртуальной реальности. Со шлемами и перчатками. Как будто все по-настоящему. И даже если Теслеп, естественно, паническая реакция не проявляется. Он не видел. Зато мог слышать и говорить. А вместе с ним в открытом космосе работал другой космонавт. И если бы что-то пошло не так, он смог бы перенестить его, как дирижабль, и запихнуть в шлюзовую камеру. После того, как они закончили дела в открытом космосе и вернулись внутрь. Ватой он убрал корку вокруг глаза. Что оказалось было противотуманным реагентом. Своего рода смесь масла и мыла, которая попала ему в глаз. Первый об этом феномене сообщил космонавт-испытатель Сергей Кричевский. Оказывается, уже не один космонавт испытывал в полете весьма удивительные ощущения. Например, неожиданно выходил из своего привычного человеческого образа и превращался в буквальном смысле в какое-то загадочное существо. Более того, он как будто подключался к некоему информационному источнику и получал от него предупреждение о грозящих аварийных ситуациях. Позже космонавт продолжал жжать себя в преобразованном виде или превращался в еще более ужасное существо. Например, один более опытный коллега поведал Кричевскому о пребывании в образе динозавра. Причем он чувствовал, как шагал по какой-то планете, преодолевая овраги и пропасти. Космонавт точно чувствовал свои лапы, чешую, перепонки между пальцами и огромные когти. Кожей спины он чувствовал, как поднимаются раковые пластины на хребте. Бывало, что человек превращался в другую личность. И мог оказаться даже инопланетянином. Многие космонавты ведут личные дневниковые записи в полете, в том числе и относящиеся к загадочным видениям. Но эти уникальные документы, они категорически отказываются публиковать. Боятся, что примут за сумасшедших. Иного мнения космонавта исполтили Сергей Кричевский, который считает, что необходимо тщательно исследовать фантастические сновидения состояния, как он предлагает называть эти тонкие явления. Такие исследования не только помогут в безопасности космических полетов, но и, возможно, приоткроют завесу над самыми сокровенными тайными вселенной. На робите у космонавтов иногда возникает эффект присутствия. Это означает, что в какой-то момент космонавт вдруг чувствует, что некто невидимый и смотрит ему в спину крайне тяжелым взглядом. И все бы ничего, но затем существо дает о себе знать, раздается шепот. Текст звучит где-то в глубинах сознания. Часто для достоверности голос рассказывает еще небольшую, известную исключительно семье космонавта историю. Многие космонавты уверяли, что лично сталкивались с таким явлением. В июне 1965 года на орбиту отправился корабль Jiminy-4. Астронавты Джеймс МакДивид и Эдуард Уайт должны были провести в космосе четверо суток и осуществить процедуру выхода в открытый космос, воспроизведя и перекрыв таким образом предшествующее достижение СССР. На второй день полета, когда корабль проходил мозговаями, МакДивид сообщил, что видит объект, похожий на пивную банку с ручкой. Сам он рассказывает об этом так. Я летал с Эдом Уайтом. Он спал в то время. Поэтому у меня нет никого, кто мог бы подтвердить мою историю. Мы дрифовали в пространстве с выключенными двигателями и приборами. Когда объект внезапно появился в иллюминаторе, он имел определенную цилиндрическую форму и был белым. Еще у него была длинная ручка, которая торчала сбоку. Я не знаю, был ли это очень маленький объект поблизости или очень большой объект в отдалении от нас. Мне не с чем было сравнивать. Поэтому я действительно не знаю, насколько он был большим. У нас было две камеры, которые в то время просто плавали в космическом корабле. Я схватил одну и сфотографировал объект. Потом схватил другую и тоже сфотографировал. Затем я включил систему управления, потому что боялся, что мы можем столкнуться с объектом. В тот момент солнце осветило иллюминатор корабля. Стекло было грязным, как в автомобиле. Поэтому было невозможно что-то увидеть скучный его. Я запустил двигатель ориентации и повернул корабль так, чтобы иллюминатор снова оказался в темноте. Но объект исчез. Позже я связался с операторами и рассказал им, что произошло. Они проверили свои записи о космическом мусоре, который летал вокруг, но не смогли ничего определить. Разумеется, после этого НАСА пришлось как-то реагировать на все это. И было заявлено, что тот видел вторую степень ракеты-носитель Титан-2, которая вывела корабль на орбиту. Лично мне эта теория показалась недостоверной. Неужели астроном настолько плохо подготовлен, что не может опознать часть своей же ракеты? Кстати, позже он сам отрицал эту версию. Несколько лет назад астроном-любитель записал ролик, где показаны два НЛО вблизи лунной поверхности. При записи автор пользовался видеокамерой, которая присоединена к телескопу. В кадре видны два НЛО, чья дискообразная форма идеально подпадает под параметры классической летающей тарелки. Оба объекта на видео двигаются в одном направлении с равной скоростью. Эти аппараты не могут быть искусственными спутниками, запущенные в космос Земли. Спутники должны быть оснащены панелями из солнечного питания и радиоантеннами. А здесь таковых не наблюдается. К тому же спутники летают на приличном расстоянии друг от друга, чтобы избежать столкновения. Возможно, это инопланетные корабли, летящие в боевом порядке. Что об этому поводу думаете вы? Напишите в комментарии. Странная рука. Рука вероятного пришельца попала в видеоролик, который распространил само НАСА. Аппаратура София, летающая с тетосферной обсерватории НАСА, установлена на борту Боинга 747. Сотрудники НАСА, находящиеся на борту София, сняли ролик, который иллюстрирует ход исследований и обстановку обсерватории. И вот кто-то из пользователей увидел на кадрах нечто что-то очень странное. Кослявую бледную руку с тремя длинными пальцами. Это пришелец. Решил наблюдать с ней пользователей. И действительно, ведь у людей нет таких рук, да и пальцев тоже. Своё решение он распространит дальше по интернету. Длинные пальцы тянутся то ли к какому-то прибору, то ли к клавиатуре компьютера. Окружающих это совсем не удивляет. Стало быть, они к пришельцу успели привыкнуть. А раз так, то он сотрудничает с НАСА и не в первый раз летает на борту София. Мнения тех, кто посмотрел видео, снятые на борту обсерватории, как обычно, разделились. Наиболее здравомыслящие полагают, что длинные пальцы – это иллюзия. Похоже, объясняют одни, что ее создает карандаш в руке обычной человеческой женщины, со стороны которой и тянется инопланетная конечность. Другим кажется, что удлинение пальца, созданное изогнутым в виде буквы Г, рычажком, который женщина одержит большим и указательным пальцем правой руки. А хотели бы вы побывать в космосе? Расскажите в комментариях. И не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.